Добрый день еще раз, уважаемые коллеги. Ну, действительно, о лечении мы поговорили, об эффектах лечения мы поговорили. На самом деле, высоко перспективные, высокоэффективные виды лечения. Но токсичность, конечно же, это тот аспект, который является, наверное, краеугольным в нашей тактике. Потому что самое главное нам не только помочь пациенту, но и не навредить. Ну, мы тоже уже, в принципе, известные факты, что механизм развития токсичности, он напрямую связан с механизмом действия препаратов, с разблокировкой, с реактивацией иммунной системы и с активностью иммунной системы не только против клеток опухоли уже, но и против собственных клеток организма. И, действительно, механизмы развития иммунопосредственной токсичности, они разнообразны. И, ну, вот здесь представлены часть из них. Это и повышение активности телемфоцитов, и повышенная выработка воспалительных цитокинов, и повышение уровня существующих аутоантигенов. Особенно это имеет значение при реализации токсичности в отношении щитовидной железы и эндокринной системы. И есть такой механизм, как непосредственное связывание эпилемумаба и сетилей-4, которые, в принципе, в норме могут экспрессироваться в нормальных тканях. В частности, считается, что в гипофизе имеется нормальная экспрессия сетилей-4, и связь эпилемаба с этими антигенами в нормальной ткани гипофиза приводит к развитию иммунопосредственного гипофизита. Поэтому вот эта вот гиперактивность иммунной системы и агрессия уже в отношении собственных аутоантигенов, она и приводит к развитию такого асептического воспаления. Причем, действительно, реализация его может быть в различных системах, органах и тканях. И чем больше поступает клиническая информация уже из-за рутинной практики, тем более, скажем так, неожиданные локализации мы и другие исследователи обнаруживают. Это и органы системы зрения, и нервные системы и так далее, и так далее. Самые казуистические локализации, они могут проявляться. Мы в этой практике также отмечали локализованный гласит, или локализованный пунктивит, или локализованные артериты мелких суставов кистей и так далее. Или доциклиты. То есть, на самом деле, очень сложность большая в плане дифференциальной диагностики. Потому что, в первую очередь, у пациента, получающего иммунологические препараты, мы должны думать именно о развитии иммунопоследовательного осложнения, а потом уже о возможности развития других сопутствующих заболеваний. Предикторами развития этих осложнений до сих пор не установлены. Мы знаем, что первые исследования, они настолько беспокоили исследователей о возможности реализации такого аутоиммунного механизма, что изначально пациенты, имеющие аутоиммунные заболевания, такие как псориаз, реватойный артерит, они изначально были исключены даже из участия в клиническом исследовании. Однако уже в рутинной практике известно, что эти пациенты могут получать терапию, они получают ее. И далеко не у всех, там не больше, чем у третьих пациентов происходит ухудшение течения сопутствующих аутоиммунных заболеваний. То есть и наличие такого аутоиммунного коморбидности, оно не является основополагающим в плане развития уже токсичности нашей терапии. Есть и предположение о том, что ряд генетических дефектов может являться предиктором развития этих осложнений. Есть данные о том, что кишечная микрофлора является фактором одним из предикторов развития осложнений. Но, конечно, это вопрос, который требует дальнейшего изучения. И, повторюсь, генез полностью не установлен. Если мы говорим об общем, о группах препаратов, то мы также с вами знаем, те, кто работает с препаратами, уже знают из рутинной практики, что в целом блокаторы PD-1 и PD-L1 обладают меньшей токсичностью, особенно токсичностью третьей-четвертой степени, по сравнению с эпилемумабом. Мы видим, что препараты этой группы в отношении осложнений третьей и пятой степени, приведшие к летальному исходу, они, конечно же, значительно уступают более токсичному препарату, ингибиторам стилей-4 эпилемумабу. Но в целом накопление данных, в том числе и уже из рутинной клинической практики, приводит к тому, что такое вот несколько, не скажу, что легкомысленное отношение, разумеется, нет. Но данные о том, что токсичность ингибиторов PD-1 и PD-L1 все-таки значима, эта информация все более и более подтверждается. Следователи, которые проводят участие в клинических исследованиях, знают, что препараты уже этой группы до сих пор приходят обновления, поправки к клиническим протоколам, потому что диагностируются все или другие серьезные негативные осложнения, миозиты, нефриты, миокардиты, которые как раз таки сопутствуют уже терапии PD-L1, например, ингибиторов. И в целом на круг, если мы говорим о токсичности 3-4 степени, то есть значимой токсичности, то для препаратов этой группы они достигают, частота достигает 20%. То есть, в принципе, у каждого пятого пациента, получающего ингибиторы PD-1 и PD-L1, может развиться токсичность такой степени тяжести. И, разумеется, комбинация препаратов, практически 100% токсичность в целом всех степеней, и 3-4, то есть серьезный, больше, чем у половины пациента. То есть лечение на самом деле токсичное и требующее, скажем так, определенного опыта и специалистов, проводящих лечение, и определенной готовности и информированности пациента. Как я уже говорила, самые различные локализации, самые различные системы органы, в том числе и, скажем так, довольно для нас неожиданные и, скажем так, мало вообще входящие в сферу нашего наблюдения, да, мы, казалось бы, мы онкологи, мы можем оценить токсичность стороны таких вообще известных систем, да, которые привычны нам с стороны химиотерапии, но, с другой стороны, и органы зрения, повторюсь, и нервные системы, причем такие совершенно кузуистические моменты, они тоже могут быть. Поэтому, на самом деле, команда специалистов, которые проводят лечение этих пациентов, она должна быть мультидисциплинарной, с включением даже таких узких специалистов и неврологов, и офтальмологов, и, безусловно, энокринологов и так далее, пульмонологов. То есть это действительно требует проведения лечения этих пациентов в высокоспециализированных учреждениях или, по крайней мере, создания этих команд специалистов, которые могут провести ведение всех пациентов на протяжении лечения. Ну, здесь уже такие обновленные данные буквально уже этого года. Также мы видим, что по нисходящей осложнениях это кожная токсичность, причем действительно довольно значимая для ингибиторов PD-L1, PD-1, PD-L1 до 20%, до 7%, и по нисходящей поражение кишечника, поражение печени и токсичность стороны эндокринной системы. В принципе, для препаратов из группы ингибиторов PD-L1 и PD-1 ингибиторов это большее явление гипотиреидизма, который, как правило, проходит все равно этап гиперповышения функции щитовидной железы. Об этом мы немножко позднее скажем. Тоже известный всем нам график. В принципе, токсичность эпилемумаба по срокам возникновения, наиболее часто, наиболее рано кожная токсичность, и уже более поздние и выходящие, скажем так, на условное плато, то есть, говорящие о том, что эти осложнения, как правило, не разрешаются, это осложнения со стороны эндокринной системы. То есть пациенты, имеющие проявление эндокринопатии, очень часто нуждаются уже в пожизненной сопровительной и заместительной терапии препаратами, которые контролируют эти нарушения, прежде всего, конечно, нарушения со стороны щитовидной железы. Для блокаторов PD-1 и PD-L1 также известные графики, также кожа и кишечник – это лидеры токсичности, и по менее часто и более отсроченно – это те же проявления эндокринопатии, как раз-таки в плане, как правило, подавления функции щитовидной железы и различных проявлений на почечниках недостаточности. Если мы говорим о комбинации препаратов, то также все эти осложнения могут быть. Развиваются они, как правило, на протяжении первых трех месяцев, но опять же мы помним, что развитие осложнений может быть и весьма-весьма срочным, буквально через несколько лет, после окончания даже терапии, те или другие осложнения могут проявляться. И рекомендации, которые есть, они, разумеется, уже установлены, они уже известны и требуют безукосновного, скажем так, выполнения, поскольку именно это обеспечивает возможность достижения эффекта в плане коррекции осложнений. Потому что неправильное введение осложнений, к сожалению, приводит к их волнообразному, ультезивирующему течению и, самое главное, к возможности нарастания степени тяжести, что может уже представлять угрозу для жизни пациента. И схематично по степеням, если это первая степень токсичности, каждое проявление в каждой степени, они для каждой системы органов, они, разумеется, описаны, просто нужно еще раз сведиться. Если мы говорим о сложении стороны пищеварительного тракта, мы определяем степень тяжести по тем или другим проявлениям, по числе диареи и так далее. И также в отношении кожной токсичности. То есть все градации, все клинические проявления по степеням, они уже общеизвестны. Но при первой степени мы, в принципе, можем при тщательном мониторинге лечение продолжить и назначить пока только поддерживающую терапию. Если же уже вторая степень тяжести, то, разумеется, нужно отсрочить начередное введение препаратов и уже малые дозы корсикостероидов, полигнизолона в России наиболее удобный препарат, наверное, назначить полигнизолон в дозе до миллиграмма на килограмм веса. Длительность лечения, все подчеркивают специалисты, и, безусловно, это так и должно быть, не менее 1-1,5 месяцев после уменьшения токсичности до первой степени тяжести. Если мы говорим уже о третьей степени тяжести, то, как правило, прекращается иммунотерапия. Иногда можно при токсичности стороны эндокринной системы его продолжить, но, конечно, при коррекции осложнений. Но зачастую третьей степени токсичности это уже основание для прекращения терапии вообще. Более высокие дозы стероидов, вплоть до дозы 4 миллиграмма на килограмм веса. И при отсутствии эффекта такой высоких доз полигнизолона уже решение вопроса о переходе на использование других группах иммуносупрессоров инфлексимаба или цитостатику, таких как металексат или циклофосфами. И четвертая степень тяжести это полное прекращение иммунотерапии. Ну и заключение вот то, что я говорила, эндокринопатии, которые контролируются заместительной гормонотерапией. То есть при поражении эндокринной системы допустимо продолжить лечение и при третьей-четвертой степени тяжести. Поэтому, безусловно, образование и врачей различных специальностей, информирование, создание этих команд специалистов, которые ведут данных пациентов, максимально ранняя диагностика и соблюдение стандартов, алгоритмов коррекции. Это вот залог успешного лечения осложнений. Существуют эпидемиодные памятки для пациента, в том числе и для срочной помощи, срочного контакта со специалистами. В принципе, здесь информирование – это такой краеугольный камень успешного лечения осложнений. И также, почему важно все-таки контакт или, по крайней мере, проведение лечения или контакт с специализированным учреждением, это часто возникает необходимость и в более углубленных обследованиях, в том числе выполнение уже инвазивных мероприятий, выполнение колоноскопии, выполнение бронхоскопии, выполнение гастроскопии, с необходимостью, может быть, биопсии, и миокарда, и слизистых оболочек пищеварительного тракта. То есть, в принципе, здесь, разумеется, необходимость реализации этих мероприятий, она должна быть доступной, по крайней мере. Что мы можем сказать о том, влияет ли терапия кортикостероидами для коллекции осложнений на эффективность? Тот вопрос, который до сих пор беспокоит и многих специалистов, особенно только начинающих, может быть, сработать в этой области, на самом деле не влияет. Считается, что кортикостероиды, назначаемые для лечения осложнений, их иммуноспортивная функция не пересекается с механизмом действия этих препаратов. Поэтому применение кортикостероидов не влияет на достижение эффекта препарата. И в то же время те пациенты, которые уже изначально принимают кортикостероиды в дозе более чем 10 мг на квадратный метр, мы знаем, что эта доза является допустимой для возможности проведения терапии препаратами-ингибиторами иммунных точек. Если доза преднизолона выше, как правило, это связано с тем, что пациент ослаблен, то есть у него есть проявления или одышки, которые часто требуют назначения кортикостероидов, или поражения головного мозга, то есть изначально уже, скажем так, вводные данные этого пациента уже изначально осложнены. В принципе, у этих пациентов, получающих гормоны в определенной дозировке для коррекции этих осложнений, они, к сожалению, ухудшают эффективность терапии. И мы видим, что H100 объективных ответов меньше, у пациентов, получающих кортикостероиды, и критерии выживаемости без прогрессирования общей выживаемости тоже меньше. То есть, в принципе, вот эти вот параметры общего состояния пациента и необходимости в поддерживающей терапии по проявлению заболевания, как правило, это все-таки говорит о том, что эффективность иммунотерапии в этой ситуации будет меньше. И, наверное, среди пациента, может быть, являются кандидатами для других видов лекарственной терапии. Ну и то, что мы говорили, комбинация препаратов, она обладает почти 100% токсичностью, из них осложнения 3-4 степени тоже достигают более 50%. И именно для комбинации описана такая сверхострая токсичность, тоже довольно такое проявление токсичности описанное в последнее время. Развивается она действительно молниеносно уже в течение первых суток, первой недели, первых двух недель от начала терапии. И, как правило, у большинства пациентов имеет третью-четвертую степень тяжести. То есть, конечно, у этих пациентов однократное, как правило, уже введение комбинации, оно может привести к такому серьезному осложнению. В принципе, даже в нашей клинической практике был такой пациент, у которого однократное введение привело к развитию и выраженного дерматита, и других осложнений. Именно такой степени тяжести. Но у него одно введение, оно привело практически к полному эгрессу, который уже длится более года, если не ошибаюсь. Разрешение осложнений, к счастью, необратимо при грамотном введении. Большинство из них, но, как правило, до 3-4-5 недель требуется для максимального разрешения или уменьшения степени тяжести до первой поменьшей мере, чтобы нам продолжить лечение. Опять же, мы знаем доказанный факт, что если мы по причине токсичности лечение отменили, то это, как правило, не сказывается на эффекте. То есть кривые выживаемости, в первую очередь общие выживаемости, они совершенно практически идентичны, как в случае полного проведения курса терапии, так и в случае отмены терапии из-за проявления осложнений. То есть здесь уже, если иммунная система реактивирована, если она реализует свое действие, то она уже работает, даже в том случае, если мы вынуждены прервать терапию. По токсичности, по спектру токсичности, то, что мы уже говорили, в целом препараты из групп ингибиторов ПД-1 и ПДЛ-1, они менее токсичны, чем опилиумаб, и между собой они сопоставимы по эффективности. Это такое большое исследование, метаанализ с участием почти 6 тысяч больных раком легкого и сопоставимы примерно по частоте осложнений. То есть на самом деле препараты этой группы, они примерно являются сопоставимыми между собой. Но если довольно быстро пробежаться по осложнениям, ну, наверное, такие основные моменты. Драматологические осложнения – это наиболее частое то, что мы с вами говорили. Различные виды проявлений, как правило-то различные высыпные элементы на коже, которые могут действительно охватывать и большие площади, и в том числе наиболее серьезные осложнения – это уже эти синдромы Стивенса Джонсона, некролиз кожного покрова, болезный пенфигоид. До 1%, в принципе, небольшой процент, но это то, что представляет уже угрозу для жизни пациента и требует уже интенсивных видов терапии. И витилиго, который часто бывает при использовании ингибиторов ПД-1, как правило, до 10% пациентов могут иметь витилиго, но это как раз-таки проявление, как правило, коррелирует с засержением эффекта. То есть витилиго в этом отношении – это хороший принцип. Гистологически, в принципе, ожидаемые признаки аутоиммунной реакции, направленные уже на кожные покровы – это инфильтрация, лимфоцитами, повреждение эпидермиса в тяжелых случаях, отслойка эпидермиса. И в этой ситуации, конечно же, мы должны, особенно в тяжелых случаях, мы должны иметь и помощь дерматолога. Особенно в том случае, если имеется волдырная сыпь, то есть действительно уже с отслойкой эпидермиса, даже более 1% площади тела – это уже основание для срочной консультации дерматолога. С поражением слизистых оболочек, с болевым синдромом – это уже относится к тяжелым реакциям и требует таких зачастую неотложных даже мероприятий. Если мы говорим о поражении кишечника, второе – по частоте осложнения, то также нетипичные, в принципе, симптомы, которые могут быть и при любых других энтероколитах. Но в первую очередь, еще раз говорю, мы должны исключить аутоиммунную причину, то есть развитие в рамках иммунопосредственных осложнений. Различные проявления, которые даже с помощью компьютерной томографии тоже визуализируются в виде отека стенки кишки, при колоноскопии будут явления гиперемии, извязвления в некоторых случаях, и, конечно же, самое тяжелое развитие перфорации, которое также описано, особенно в ранних исследованиях. Тоже наш клинический опыт. Разумеется, осложнения могут быть очень выраженной степенью тяжести даже при грамотном введении пациентов. И в нашей ситуации, например, у нас два раза мы сталкивались с неэффективностью высоких доз кортикостероидов и необходимостью использования уже инфлексимаба, как иммуносупрессора, антитилакфактора некрозоопухоли, которые являются следующим шагом в коррекции осложнений. К счастью, успешное лечение энтероколита, но потребовавшее действительно таких довольно серьезных лечебных воздействий. Пульмологические осложнения также. Их частота только увеличивается будет в нашей практике. И, в принципе, в нашей практике тоже мы довольно часто с ними сталкиваемся. И с неоднократными. У одного пациента могут быть и 2, и 3 эпизода развития пульмонита, которые, разумеется, требуют прерывания терапии и соответствующей коррекции. Но при комбинации у каждого десятого пациента ожидается развитие пульмонита. И, в принципе, это серьезное осложнение, которое может быть и бессимптомным, случайно обнаруживаемым при очередном контрольном исследовании, и симптомным, почему и фульмонитантным, в том числе с молниеносным развитием, с симптомами одышки, дыхательной неосаженности, с необходимостью, опять же, экстренной помощи, с использованием высоких доз кортикостероидов, бывают дыхательные поддержки и так далее. В нашей практике у нас пульмониты были, в принципе, не требовали неотложной помощи, но симптомные и выраженно симптомные, они также у нас были. Ну, здесь у нас наш клинический случай, когда пульмонит развивается, например, на 9-м месяце терапия, неболумабом, и, к счастью, он обратим, и именно у этого пациента обратимость пульмонита позволила возобновить терапию неболумабом, но в дальнейшем было повторное развитие пульмонита, и уже в этой ситуации мы прервали лечение полностью. Диагностика, в принципе, наше стандартное мероприятие, которое есть, разумеется, оксиметрия, нужно ее не забывать, всегда должен быть оксиметр у нас в арсенале, при необходимости бронхоскопии и так далее. И различные другие, помимо пульмонитопоражения, могут быть различные, то есть похожие на конверсионную даже саркоидозу, то есть поражение дыхательных органов, органов грудной клетки, они могут быть самыми различными при использовании иммунотерапии. И, конечно, то, что в последнее время уделяется большое внимание, это кардиологическая токсичность. Она, опять же, при накоплении клинического опыта только учащается, это частота этих осложнений. И хотя она невелика, менее 1%, но она фатальна практически у половины пациентов. Это миокардиты, летальность у каждой второй пациент, к сожалению, перикардиты и различные виды воскулитов, и аритмии, то есть список можно продолжать. И, еще раз говорю, чем больше пациентов будет получать из препарата, тем частота этих осложнений будет выше. Вот в одном из исследований мы видим, что из почти 100 кардиологических событий половина была представлена миокардитом, и летальность составила практически 45%. То есть, к сожалению, это то осложнение, которое пока еще нам не удается лечить, поскольку она слишком серьезна. И чем чаще будет использоваться комбинация, тем частота будет выше. Если мы при использовании ломаба 1 к 2 тысячам пациентов, то при использовании комбинации частота уже в 7 раз повышается. У одного пациента из 300 уже могут быть развития клинической картины миокардита. И механизм тоже сложен, и он до конца не ясен. Считается, что на фоне проведения иммунотерапии любые повреждения миокарда, банально даже вирусное повреждение, которое может быть, пациент может его перенести, оно вызывает освобождение тропонина, которое уже вступает в взаимодействие с антителами, используемыми нами, и запускает уже тут круговую такую цепную реакцию миокардита, повреждения миокарда, и выработки новых аутантител, и повторных атак в отношении миокарда. Диагностика, в принципе, та, что используется для диагностики любого миокардита, в том числе лабораторные тесты, мы видим тропонин, миоглобин и так далее. И, разумеется, МРТ-диагностика, она довольно показательная, как раз у тех пациентов, у которых развивался миокардит, уже на фоне применения ингибиторов иммунных точек контроля. И то, о чём я говорила, это эндокринопатия. Также у комбинации препаратов практически у каждого десятого пациента есть проявление стороны в основном щитовидной железы. Поэтому действительно до начала терапии, каждый месяц на фоне терапии, контроль уровня гормонов щитовидной железы должен быть обязательным, и в команде должен быть эндокринолог также обязательным. Мы в своей практике это всегда используем. И здесь, как правило, то, что опять же я упоминала, гиперцериоз изначально развивается, который в дальнейшем проходит уже в гиперцериоз, уже требующий заместительной терапии гормонами щитовидной железы. Гипофизиты тоже довольно часто бывают. И опять же, генез, это вот та этапическая экспрессия стилей 4 в гипофизе. Поэтому гипофизит часто при использовании пилиумаба и при использовании комбинации он также, скорее всего, будет выше. Самая незначительная и самая стертая клиническая картина головные боли, слабость, у кого их нет, но, в принципе, нужно помнить, что это может быть как раз проявлением именно явлений гипофизита, который проверяется клиническим, линкологическим отеком, увеличением размера железы и так далее. Ну и тот вопрос, который беспокоит всех, интересует, вернее, всех, есть ли связь между развитием осложнений и реализацией эффекта препарата. В принципе, довольно, в определенное время уже считалось, что для связи определенное есть между драматологической токсичностью и эффектом, раз таки вот явление развития витилига на фоне терапии, это основание предположить или подтвердить то, что эффект реализуется. Ну и для большинства других все-таки осложнений такая связь также прослеживается. В частности, вот одна из работ последнего времени, это около более 100 пациентов, которые получали и пембролизумаб, и неволумаб. Большинство из них это больные раком легкого, и мы видим, какая высокая разница в чистоте объективных ответов. У больных, имевших осложнение, объективных ответов 33, из 44 пациентов это 82%, и те пациенты, которые не имели осложнений, всего 11, пациентов всего 16, то есть разница практически во сколько? Ну, в 6 раз. То есть развитие осложнений, да, это неприятно, но это, как правило, является предиктором ответа. И здесь определенные тенденции, в общем, доказанная статистическая разница в выживаемости без прогрессирования, это 10 месяцев и 3 месяца, 10 месяцев у тех больных, которые имели осложнение, и определенная тенденция к увлечению и общей выживаемости. Поэтому, в принципе, пациенты должны быть ориентированы на то, что, наверное, развитие осложнений, это то, о чем нужно вовремя сообщать лечащему врачу, но что, в принципе, может быть как раз таки предиктором развития иммунного ответа. Благодарю за внимание. Спасибо, Анна Игорь. Анна, пожалуйста, вопросы. Анна Юрьевна, скажите, пожалуйста, если мы вынуждены, например, после иммунотерапии или таргетной терапии переходить на другой вид лечения, должны ли быть? Есть какие-то рекомендации по, скажем, перерыву, должен быть какой-то перерыв, или мы можем сразу начинать лечение? Но я имею в виду, что переход это прогрессирование. Да, переход это прогрессирование. Ну, наверное, должен быть разумным этот перерыв. Если мы видим, что прогрессирование может быть реализовалось не очень выражены, не требуют быстрого начала лечения, но, наверное, какой-то перерыв, может быть, хотя бы месячный, наверное, имеет смысл реализоваться, чтобы мы более уверены, что не осталось каких-то проявлений и осложнений, чтобы они не затруднили нам дальнейшее лечение. А так, в принципе, не знаю, есть ли такие вот работы на этот период в ушаут, есть ли он или нет. В принципе, мы... А срочные же бывают? А срочные реакции, но они, да, мы не можем ждать бесконечно долго, они могут реализоваться и через полгода, и через год, и так далее. Поэтому, наверное, разумно в пределах, наверное, не больше, чем две-три недели. Спасибо. Еще вопросы? Спасибо, Анна Игоревна. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok